Добрый день, уважаемые телезрители! Это новый сезон программы «Культурная виза». Интересно ли музеи сегодня? Может ли по-настоящему хорошая выставка не повлечь за собой толпы народу? И что такое успех музейной композиции? Всегда ли это только посещаемость? Об этом поговорим сегодня с директором Национального музея Бурятии Татьяной Бараноевой. Татьяна Анатольевна, здравствуйте! Что нового могут подложить сегодня музеи для своей аудитории? Интересны ли они сегодня? Очень хороший вопрос, который всегда заставляет нас быть, что называется, подготовленными. Начну с того, что культура как в целом, так и музей – это прежде всего пространство смыслов. То есть каждый раз в любую выставку, в любую экспозицию мы должны вложить определенный смысл. Тот смысл, который будет интересен посетителю. И каждый раз, когда мы планируем или готовим какой-то выставочный проект, мы всегда думаем, а для кого он? Для какой аудитории? Кто к нам придет? И, конечно, мы стараемся все-таки следить за тем, что наиболее привлекает сегодня наших людей. Безусловно, для нас таким примером являются большие крупные федеральные музеи, вот как Третьяковская галерея. Вы помните, наверное, такой абсолютный успех выставки Айвазовского, когда очереди стояли на Крымском валу? Ну, безусловно, это такая вот мечта каждого музейщика, когда столько людей стремятся попасть, нет, не только попасть, а стремятся, ну, что называется, окунуться или обратиться к искусству. То есть люди ищут какой-то смысл в этом. Вот в этом, наверное, самая главная задача любого музейщика. Но при этом можно ли вообще мерить, да, вот успешность музея все-таки посещаемостью, количеству, то есть людей, которые посмотрели, да, например, выставку? Или существуют какие-то другие, может быть, еще объективные факторы? Ну, посещаемость, как правило, в общем-то, это такой объективный индикатор, да, это количественная посещаемость. Но мы говорим о качестве, да. Все-таки больше. Ну, качество, да. А качество – это такой, очень такой тонкий критерий, да. Качество – это кто конкретно, какая категория и что вот в ответ как бы зритель может получить, да. Здесь у нас какие моменты есть. Мы проводим такие небольшие опросники. Мы в конце выставки обязательно стараемся по книге отзывов отследить, что наибольшее вызвало отклик, да. Мы стараемся сейчас на любой выставке провести мастер-классы, встречи с художником. Вот приведу последний пример. Выставка, персональная выставка, которая закрылась буквально 20 января, Юрия Мондаганова, флорентинская мозаика, вызвала большой интерес. Она открылась 8 декабря, закрылась 20. На протяжении всей выставки мы проводили встречи с художником. То же самое на выставке Владимира Поспелого. И наибольший, как правило, интерес зрительский – именно встречи с художником. То есть на это зритель сегодня идет, да? Зритель не просто хочет смотреть. Зрителю нужна история, нужно вот жизненное вот это пространство художника. Они хотят узнать, а что за этим стоит? Что стоит за вот этой работой, да? Что происходит? Вот какие-то тайные мастерства, наверное, да? Именно такой стала выставка ювелира-оружейника Жигжита Байсхаланова «Сквозь стихию». Это некий итог творчества за последние три года. По задумке автора, работы должны окунуть зрителя в особое состояние свободы, легкости и невесомости. Мне очень понравился молодой наш скульптор Жигжит Байсхаланов. И он вызвал интерес, потому что его авторские экскурсии вызвали живой интерес. Люди просто не отпускали его. Им хотелось узнать, а из чего эта работа сделана, что такое патированная бронза, а как он работает конкретно над ножами, да? Что вдохновляет художника. Вот эти моменты очень важны. Мы даже сейчас запустили очень интересную вещь, как… Ну, мы поняли, что Инстаграм сейчас очень популярен, да? Скажите, Наташа. Вот. И у нас, например, вот в ноябре прошлого года было 929 подписчиков в Инстаграме. И когда мы запустили маленькие видеосюжеты с выставок, причем маленькие такие интервью, ну, буквально там на минуту, да, с художником, где он там пару слов говорит, и мы увидели сразу увеличение. У нас сейчас полторы тысячи. То есть реакция социальных сетей. Реакция социальных сетей. Ну, мы это поняли, и нам нужно работать над этим даже, улучшать качество, да, например, давать какой-то более интересный информационный повод. Это тоже наша работа. Среди последних ярких экспозиций и преображения Дашином до Кова. Эти предметы – настоящая драгоценность, тонко передающая настроение, где декор – настоящее золото. Кольца, браслеты, скульптура, малые пластики. Все они связаны с преемственностью традиций кочевой культуры. Это видно в формах, цветах, фантазийных работах художника, выросшего на бурятской земле. И стиль весь опирается вот на эту природу, то есть естественную красоту Востока. Это везде разлито вот здесь, ну, не знаю, в орнаменте, наверное, да, в масштабах и пропорциях костюма бурятского специального, в образе жизни, в традициях кушать всем вместе за столом, вот в этой красоте чередующихся тостов. Это все единая культура, поэтому очень красиво, и это все отражается именно в стиле Дашином такого. Идею удалось воплотить и дизайнерски. Знаменитая ювелирка в обрамлении топовых коллекций музеев истории и природы. Редкая палеонтологическая серия, минералы, отпечатки первобытных рыб и растений. Задача совместить современное такое мировое искусство и экспонаты, которые имеют совершенно другое русло, да, направление. То есть это палеонтология в данном случае, большое витрение. Произведением искусства здесь является ювелирное искусство. Современное музейное оформление может немножко намекнуть на вот эту вот преемственность тоже. Помимо того, что мы видим, что образы рогов, допустим, повторяются где-то, такой был вариант предложен, вот эти вот скалы. То есть такие, с одной стороны, это музейный подиум, он им остается, с другой стороны, он приобретает форму природную некую. И ювелирное искусство здесь представлено как некий венец природы. Дашин Андакова называют авантюристом в профессии. Он создает атмосферу сна, в котором будто бы учится мировому опыту, оставаясь верным себе. Он не боится быть похожим на кого-то. Его работы отдельно напоминают графику знаменитых испанцев Дали и Пикассо. Он всегда с большой жаждой посещает любимые выставки музеев Британии и Метрополя, после чего рождаются новые произведения. И предметы начинают жить такой же жизнью, как и артефакты. Наверное, поэтому Дашин Андаков востребован во всем мире, потому что он истинный сын нашей земли. И, быть может, когда-то его стилю дадут собственное имя. Из приезжих выставок была интересна графика Шагала, марка Шагала. Очень интересные были иллюстрации. Пикассо. Вот такие как бы приезжие выставки знаменитых мастеров, они тоже вызывают интерес. Очень интересные выставки монгольских фотографов. И вообще выставка фотографий, например, тоже вызывает интерес. Недавно, в 16-м году, помните, прошла, в 17-м, простите, прошла выставка из мультимедиа-арта, музея. Такая отоваренная мечта, такое какое-то название, такое любопытное. Вот выставка фотографий эпохи дефицита. Черно-белые фотографии. Но она тоже вызвала интерес. Потому что люди, все-таки, такая вот ностальгия присутствует, наверное. Вот эти фотографии дали возможность окунуться во время. А можно сказать о том, что в последнее время все-таки большее количество людей стали приходить в музей? Или такой тенденции нет? Не зависит? Я думаю, что больше. Вы с чем это связываете? Я связываю с тем, что все-таки, наверное, время поменялось. Может быть, как это говорят, не хлебом единым жив человек. И, наверное, очень важно, вот все-таки люди смотрят там СМИ, да, и смотрят, что в больших городах крупных такая существует традиция по субботам, воскресеньям пойти в музей, посмотреть какие-то последние выставки. Это уже такая потребность. Я думаю, что постепенно, постепенно мы к этому все-таки приучим нашего зрителя. Но очень сложно, непросто. Нам все хотят какую-то сенсацию, что-то необычное. Что-то необычное, да. Но это не всегда просто. Иногда просто, вот знаете, просто прийти в музей, прислушаться к этой тишине и посмотреть еще раз новыми глазами работы или экспонаты, в этом тоже есть определенный смысл. И вот это и есть погружение в наследие, погружение в вечные ценности, вот так скажем. Бурятия – культурный центр российского Востока. Под таким названием работы мастеров республики в начале года презентовали в Совете Федерации. Все от национального быта до инвестиционного потенциала. И, конечно, национальные песни и танцы, как финальный аккорд. Наш музей отвечал за блок выставочный. Мы представили как бы несколько блоков. Многоликое бурятие, министерство спорта, спортивное бурятие. Мы представили атлас тибетской медицины. Также с нами рядом стоял центр восточной медицины. Ну и мы показали как бы бурятию сакральную через фотографии и бурятию как центр буддизма. Вот. Может быть, наша выставка была такая не очень как бы такая объемная, большая, поскольку пространство было не очень велико. Но мы также привезли экспонаты из музея природы. Мы привезли минералы. Мы показали кладовые недра бурятии. Мы показали уникальные экспонаты. Как ликоптеры Медендорфа. Это экспонат отпечаток такого примитивного животного, который отпечатался на камне. 130 миллионов лет. Вот такой вот экспонат тоже был. Ну а вот что касается проекта Воробьёвы горы, это проект такой динамичный. Мы просто отвечали за организацию наш музей. И мы привлекли галерею искусств народа Фази и привлекли мастерскую Жекшита Байсхаланова. Нам задают вопрос, а почему вы не привезли из Бурятии? У нас же много мастеров. Ну здесь абсолютно такой простой бытовой ответ. Потому что это достаточно дорого. То есть везти, а потом как бы привозить обратно. И это такое много разных обстоятельств. Много затратных, да? Вы понимаете. А здесь нам было проще договориться. Потому что все эти предметы находятся в Москве. Вот поэтому было проще их представить. Но само пространство выставки, если вы видели, да, это метро, это колбы, антивандальные колбы. Но это вот для нас, вот, это было необычно. И когда вот мы монтировали, шли поезда с двух сторон, такой грохот. У меня было ощущение, что я, ну, наверное, не выдержу. Потому что настолько было трудно монтировать вот в связи с этим. Мы же привыкли к такой музейной тишине, да, к определенному освещению. А здесь, вы знаете, люди приходят, подходят, задают вопросы. Во время вот того, как мы работаем, вот такой вот динамикой. Что говорили, вот какие отзывы у меня? Люди подходили и спрашивали, откуда вы, что вы, какие у вас интересные предметы. А что обозначает то или иное изображение? А почему так? А что за материал? То есть задавали самые разнообразные вопросы. И для обывателя, для зрителя, для посетителя метро, скажем так, это был такой необычный, мне кажется, проект, да, потому что люди живьем могли увидеть все-таки, что же такое Бурятия и каково ее современное искусство сегодня. Так и вся жизнь самой Татьяны Бараноевой отдана искусству. Так получилось, что я пришла в музей не сразу, моя судьба была такая разная, и преподавательская, и научная, вот, и работа в правительстве даже, вот, и я работала с общественными организациями, даже с женскими, с политическими партиями. Ну, вообще такая активность. Ну, да, такая вот у меня была жизнь. Но в какой-то момент я поняла, что я должна вернуться туда, ну, чему меня учили, по сути дела, да, то есть заниматься тем, где я могу добиться результата. И я пришла в музей директором, музей Сампилова, в 2007 году, это уже сколько времени, почти 11 лет, но в 2011 году произошло такое вот объединение, соединились два музея сначала, музей истории художественной, и название нового юрлица – Национальный музей Республики Бурятия. А потом стали присоединять музей природы, музей декабристов, и это уже, как, знаете, какой-то такой… Большой такой организм, поток, да. Ну, как бы, я не скажу, что это легко, вот 6 лет мы существуем как Национальный музей, это достаточно сложно, потому что это единое юридическое лицо, но с разными зданиями, 3 из которых памятники, и понимаете, что требования здесь особые. Один музей находится вообще в 130 километрах от города, и как бы постоянное такое требует внимания к себе, вот. И совершенно самое главное – разный функционал. История хранит определенный ряд предметов, художественный с изобразительным искусством связан, природа совсем другое, понимаете. Поэтому вот в этом определенная сложность, и задачи такие всегда каждый раз, я не знаю, мне кажется, каждый раз встаешь утром и думаешь… Чтобы еще бы придумать, да. Что тебе сегодня придется какую задачу решать, потому что жизнь не дает расслабиться, постоянно надо быть наготове, чтобы ответить на какой-то вызов. Ну вот сколько всего человек посетили, вот возьмем музей Сампилова, да, в прошлом году, к какому показателю, может быть, идете в этом? Ну вот я могу сказать, что до того, как мы закрыли музей природы, что произошло в 2017 году, у нас общая посещаемость была 213 тысяч посетителей. Это на все. Это всего? Это всего, да. Из них больше всего посещало музей природы. Но когда закрылся музей природы, то мы по показателям последнего года, 2017, у нас, конечно, лидер музей художественный. Это около 80 тысяч посетителей за год, но я не говорю там платный, бесплатный. В целом, ну, музей Сампилова еще притягивает разными такими проектами, как «Ночь» в музее, да, «Ночь искусств». Здесь как-то привычнее. То есть параллельные такие. Да, люди ходят. Как-то, ну, уже, мне кажется, именно художественный музей обладает какой-то такой особенностью, что именно искусство способно, ну, как это, объединить многие разные, как бы, категории людей. И самое главное, такой импульс творчества. То есть людям хочется что-то сделать, что-то сделать руками, что-то сотворить, что-то рассказать, что-то, так сказать, услышать даже в конце концов, да. Ну, мы поговорили о том, что успех – это не всегда только количество людей пришедших, это не всегда посещаемость, да. А как вообще относитесь, не знаю, к рейтингам? Рейтинг? Ну, на мой взгляд, это прежде всего… Вообще музей – это командная работа. Никогда один человек ничего не сделает, безусловно. Это командная работа, причем эта работа должна быть с пониманием, вот, как это говорят, с полуслова. Если этого нет, то очень сложно выстроить любой проект, как бы ты ни хотел. Но очень важно, наверное, чтобы добиться успеха, важно вот уметь договариваться. Уметь договариваться с федеральными музеями, уметь договариваться с какими-то общественными организациями, которые тоже очень интересные проекты, на самом деле, приводит тот же союз художников, да. Там же всегда бывает иногда, ну, так очень сложно, да, у нас же все гениальны, все, так сказать, творческие люди. Да, вот, поэтому тут вот это умение договариваться, наверное, это важное сейчас качество для того, чтобы добиться вообще в какой-либо сфере успеха. А в союзе художников сейчас вот как развиваются? Ну, у нас вот этот год, 18-й, это год юбилейный, 85 лет союза художников. Мы наметили большой, крупный проект. Мы будем проводить круглый стол, посвященный Инессе Ильиничне Сактоевой, 90 лет. Мы будем проводить большую масштабную выставку, посвященную юбилею союза. Мы хотим привлечь как можно больше молодежи из союза, и вне союза художников, да, то есть как бы, чтобы побольше творческих идей и людей пришли на этот проект. И союз художников планирует организовать байкальский пленэр очередной, да. То есть это все будет в комплексе. И теоретическая часть, и подведение итогов, и выставка, и в то же время пленэр, да. То есть вот такой басштабный, крупный, очень такой творческий проект. Директор музея обещает, в этом году скучать не придется. Атмосферная инсталляция на стыке дизайна, технологии и архитектуры ждут своего зрителя. Причем возраст не имеет ограничений. Ведь открывать мир прекрасного нужно с самых ранних лет. Здесь важна роль родителей, конечно, да. И мы работаем, безусловно, со школами. Но очень важно для родителей, чтобы вообще, мне кажется, музей и все искусство, неважно, куда ребенок пойдет, он будет физиком, инженером, горняком или кем-то, да. Пусть он не будет гуманитарием, но воспитание через музей, оно важно для ребенка в целом. Потому что развивается его творческая какая-то активность, да. Не зря же говорят, сейчас время наступило, 21 век, век креативных людей, да. Век, когда очень важно принимать решения, ну, неожиданные какие-то, да. В этом плане искусство, оно как раз таки помогает. Потому что искусство мыслит нестандартно. Искусство помогает оторваться от стереотипов. Хорошая выставка может и не повлечь за собой огромные очереди и толпы народа. Но ведь цифра посещаемости – не единственный показатель успешности. Музейная тишина. Что скрыто в ней? В чем ее притягательность? Может быть, именно она позволяет лучше вглядеться в действительность, осознать значимость мгновения, и только в тишине можно понять и почувствовать то, что мы видим перед собой. СТИЛЬ ВЕДУЩИЙ САЛОН КРАСОТЫ СЕКРЕТ Улица Жуковского, 7, телефон 575-575.